В среду 18 января основные предложения, озвученные на общественных слушаниях закона о выборе губернатора Севастополя, прокомментировал представитель и руководитель города в законодательном собрании Михаил Юрьевич Вавилов. Наибольшие споры вызвал допуск военнослужащих-срочников к выборам руководителя города. Заместитель председателя законодательного собрания Севастополя Александр Андреевич Кулагин выразил инициативу рассмотреть возможность внесения поправок в этот законопроект. Но, по словам Михаила Вавилова, федеральный закон четко регламентирует этот процесс. Здесь идет небольшое смешение понятий. Действительно, у нас такие военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, на выборах в органы местного самоправления могут не голосовать, если у них до призыва место жительства не совпадало с территорией муниципального образования. Но выборы губернатора, вы прекрасно понимаете, это выборы в органы государственной власти, а не местного самоправления. Соответственно, здесь вопрос о лишении такой категории граждан избирательного права, он, в принципе, быть поставлен не может. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, включаются в список избирателей избирательного участка по месту расположения воинской части. Также на данный момент губернатором Севастополя может стать только выдвиженец от какой-либо партии, при этом ему совершенно не обязательно в этой партии состоять. Но разрешить самовыдвиженцам участвовать в выборах можно, для этого нужно принять соответствующие изменения в закон. Это возможно, считает Михаил Вавилов. Никаких ограничений в этом плане, конечно, нет. Мы принимаем в первом чтении, и процедура законодательного процесса, она везде одинаковая. После первого чтения вносятся поправки. То есть, если поправки субъектами права законодательной института будут соответствующие внесены, предусматривающие самовыдвижение, то юридических препятствий к этому никаких не будет. Продолжение следует...